Всем привет! Нас вчера выписали из больницы. Мы ждали где-то до трех часов выписки. И потом врач сказала, что мы можем уехать и вернуться на следующий день за выпиской, потому что у Артема уже были очередные клиенты в четыре часа. И вот мы уехали, и сейчас мы вернемся в Котор, чтобы забрать документы на Мартина. А потом нам нужно съездить в лабораторию, в Буду, чтобы отвести анализы Мартина. Врач попросила измерить еще один показатель, который в Черногории делается только в одной лаборатории. Сегодня я также буду вам снимать видео про то, как мы впервые воспользовались услугами бесплатной государственной медицины в Черногории. Я думаю, что оно выйдет завтра. Покажу вам и расскажу подробно, как мы провели предыдущие два, даже три, получается, дня. Детское отделение Которской больницы, вид снаружи, посмотрите, тоже все такое приличное, отремонтированное, окна новые. И вот здесь здание. Здесь, я так понимаю, сидят врачи, и они принимают больных, которые лечатся амбулаторно. А вот здесь уже палаты. Заходим внутрь и будем просить наши документы. У них здесь сейчас вирус гриппа. Я так понимаю, что эпидемия, поэтому в само детское отделение не пускают людей с улицы. И, кстати, нам с Мартином запрещали двигаться по коридорам. Мы сидели исключительно в своей палате. И когда они даже видели, у меня партин все время пытался вырваться, конечно же, ему было интересно. Они очень беспокоились, прям постоянно говорили, заходите вовнутрь, вы беременны, вам нельзя, у вас сын не с вирусом. И было сложно. Мы с Мартином на таком маленьком пятачке, а ребенку все интересно, ему нужно все переворачивать, все исследовать. Он мне, мама, мама, пусти. А я стояла вот так вот и говорила, не пущу, сын, нельзя тебе, нельзя. В общем, мне сказали подождать 10 минут. Посмотрим, подождем. И, кстати, после моего посещения этой больницы я решила, что рожать мы будем здесь. И когда у нас уже в конце посещали врачи, пришло аж на осмотр 3 человека, даже больше там, по-моему, стояли, человека 4 на заключительный осмотр. Они меня спросили, а где вы рожали Мартина? Я говорю, в Подгорице. Они говорят, а где будете следующего рожать? Я говорю, вы знаете, на этот раз, наверное, все-таки у вас. Потому что мои роды в Подгорице, это одно из самых ужаснейших впечатлений в моей жизни. Я даже не знаю, соберусь ли я когда-нибудь силами рассказать вам об этом. Может быть, через годик. Но у моего мужа есть клиентки, их много. И они рожали в Которской больнице. И довольны остались все. В общем, возможно, на этот раз я не буду испытывать судьбу, не буду придумывать что-нибудь такое супернеобычное. У меня были идеи поехать и в Москву, и в Питер, и в Сербию, и в Хорватию. И в городе Герцог Новый у нас также есть врач, известный на всю Черногорию. Но мне все-таки кажется, что я просто возьму и останусь здесь. И буду рожать я, кстати, скорее всего, бесплатно по нашей государственной страховке. Доплащу, скорее всего, за палату, может быть, за какое-нибудь спецобслуживание. И все. Артем только что вернулся, он отдал биоматериал Мартина в лабораторию в Будве. Сейчас мы зададим ему пару вопросов. Артем, что, взяли с нас деньги? Да, 12 евро. У нас же 2 страховки, ребята, государственная и негосударственная. Получается, что мы сейчас возьмем этот чек и нам вернут эти 12 евро. В общем-то, это было единственное исследование, за которое нас попросили заплатить. Это один показатель из анализов. И заплатили мы за него 12 евро. Мы с Артемом решили вернуться в Тиват по горной дороге. И вот вам вид на Будву сверху в ясную погоду. Мы, конечно, больше любим Тиват, но все-таки Будва тоже хороша. Она, конечно, уже такой прям город-город. У нас деревенька. Но зато у нас с Порто Монтенегро. Порто Монтенегро это мое все в Черногории, поэтому меня все устраивает. Я уже у Бранки на горе. А не видно. А вот так будет видно. Сделала ногти. На этот раз другого цвета чуть-чуть. Такие серенькие матовые выбрала. У меня настроение на черные ногти прошло. Сейчас я стала такой более сбалансированной. Конечно, первые недели беременности выдались у меня какие-то особые, такие тревожные. Вот если спрашивать, как ты думаешь, кого ты ждешь, так вот, судя по моему именно настроению, по моей плаксивости, мне кажется, что мы ждем девочку. Очень интересно будет узнать пол, потому что, конечно, с Мартином у меня не было такой эмоциональности. Сейчас, но вы меня видели, я там плакала из-за любого слова. Я так переживала по любому поводу. Я вообще себя не узнавала. Сейчас как-то в голове все уже устаканивается. Слушайте, хотела еще, знаете, что рассказать. Я только что была у Бранки. Она такая вся любительница биопродуктов. И она мне сделала чай. И это был самый лучший чай, который я вообще когда-либо пила в своей жизни. Это были просто две ветки мяты. Причем, когда она дала мне их понюхать, от этих веток не пахло супер мятой. Слушайте, ну когда она их положила в кружку. Плюс она добавила туда две ложки натурального меда. Это было нечто. Я даже не могу описать этот вкус. Что это было. Но это что-то было такое вкусно-натуральное. Я попросила у нее помочь мне найти хороший мед. Она мне обещала заказать. А вот по поводу мяты она мне сказала, что собирает ее просто у себя в огороде. У меня вопрос местным черногорским девушкам. Знаете, где достать вот эту мяту из огорода? Может на каком-нибудь рынке можно купить? Бранка мне даже предложила взять с собой веточки и вырастить их у себя дома. Но я вообще не разбираюсь в огородном деле. Хотя, когда пробуешь такую вкуснятину, жалеешь о том, что упустил столько лет своей жизни. Может быть действительно стоило бы выращивать что-нибудь на окошечке. Но для меня это какая-то, знаете, дополнительная ответственность. Я вот не уверена, что я пока готова на себя ее взять. Мы уже приехали домой. На этот раз мы решили пообедать здесь. Потому что мой беременный организм сказал, что ему срочно нужен томатный сок со сметанкой. И бутербродики с сыром. Причем приготовленные в микровомавке. Я этого давно не делала. Реально с прошлой беременности. Я не знаю, что творится с организмом женщин. И знаете, пока у меня появилась свободная минутка, я бы хотела поговорить с вами о следующем. Вернее, я бы хотела обратиться ко всем мракобесам, которые пишут мне всякую фигню в комментариях. Фигню такого рода. А что ты нам показываешь всю свою жизнь? Нахрен ты нам нужна со своими? Что ты поела? Что ты где-то покакала? И куда ты едешь? Ребята, вот скажите честно, вы идиоты? Мой канал это Daily Life Vlog. Это такой формат. Он подразумевает то, что я каждый день рассказываю вам, что я делаю. Если вам это не нравится, вы просто проходите мимо, мимо, мимо туда. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп, пошли и ушли. Это то же самое, если вы придете в церковь и скажете, а что вы тут молитесь-то, блин? Да потому что это церковь, понимаете? Или это то же самое, если придете в ресторан и скажете, а что вы тут едите-то, блин? Потому что это ресторан, здесь едят. А это Daily Life Vlog. Секси-мама Daily Life Vlog. Все. С меня взятки гладки, ребят. Всем мира и добра. Продолжение следует... Продолжение следует...